В Москве на Смоленской улице дом 7, прямо напротив МИДа, прошла уникальная неделя искусств, которую организовала компания ВербАрт и компания МОНОАрт. Неделя искусств ВербАрт – это не просто выставка, это нетворкинг, в котором приняли участие художники, представители международных организаций, дизайнеры, отельеры, другие компании, которым интересно искусство. На выставке представлены работы в новых технологиях для современного искусства. Это технология печати на металле и технология Диосек, которая запатентована в 1969 году, но в арт-мире она не очень до сих пор была представлена. Эта технология занимает не более 1% современного искусства. Между тем, это очень интерьерные работы, и эти новые технологии представления художественных произведений в ближайшее время получат свое развитие и будут представлены значительно шире на выставках и в интерьерах. Прекрасная передача цвета, современный дизайн, такие работы сейчас будут очень сильно востребованы и идет огромное развитие современного искусства. Это лимитированные серии, которые создаются тиражом не более 10 экземпляров, коллекционная тема, такие работы представлены на аукционах и они имеют коллекционную ценность. Все работы, представленные на неделе искусств Verpart, можно купить на аукционе и в интернет-магазине. Любой желающий может заказать работу с доставкой по России и за рубеж. На неделе искусств Verpart, Monart были представлены картины, выполненные в совершенно разных техниках. От традиционного холст-масла до фотографии и цифрового искусства. Технология Diasec – это тиражная технология. Все работы выпускаются лимитированными сериями и снабжаются сертификатами подлинности. Каждая копия уникальна и имеет свой собственный номер. Сейчас с развитием цифровых технологий на арт-рынке появляются все больше и больше интересных и новых современных работ. Традиционные техники создания картин конкурируют с новыми технологиями. И это соревнование рождает все больше и больше интересных новых художественных произведений. И в ближайшее время будет переосмысление того, каким должно быть современное искусство. Новые технологии и техники помогают в этом интересном соревновании. В неделе искусств ВербАрт МоноАрт приняли участие международные организации, в том числе и Русско-Азиатский союз промышленников и предпринимателей. В дискуссиях о развитии современного искусства принимали участие коллекционеры, представители различных сегментов бизнеса. А художники поделились своим опытом выставления картин на международных площадках и рассказали о том, как стоит продвигать современное искусство на зарубежных рынках. Нетворкинг, организованный ВербАрт, помог установить необходимые деловые контакты между художниками и любителями искусства. На круглых столах происходили интересные дискуссии, и участники мероприятия обменивались своим мнением о роли современного искусства и о том, как правильно его продвигать на современных арт-рынках. А компания МОНОАРТ рассказала о новых технологиях создания современных интерьерных картин. А у художников появилась возможность представить свои работы непосредственно тем, кто интересуется современным искусством. Коллекционерам, дизайнерам, представителям крупного бизнеса, руководителям отелей, девелоперским компаниям. Ольга Николаева, представляю свою работу «Вечерние небеса». Она сделана в компьютерно-цифровой технике, разработанной в 2020 году. Представляем вашему вниманию выставочные работы «Верпарт МОНОАРТ». На выставке представлены работы художников Наталья Ларгиной, Дениса Велеса, Ольги Николаевой, Маргариты Акимовой, Юлии Ефремовой, фотохудожника Сергея Мартьяхина, Дмитрия Фуфаева, Владимира Владимирова и других авторов. Художник Юлия Ефремова. Представляю на этой выставке две свои работы, выполненные по новой технологии. «Зимородок в лотосах». Эта картина является частью триптиха. И апельсиновый лимонад, очень яркий, интерьерный натюрморт. Приходите, смотрите и приобретайте в свой интерьер необыкновенные, современные, яркие, красивые работы. Руководитель фотоагентства и фотохудожник Сергей Мартьяхин рассказал о своих работах, о том, как создаются художественные произведения. Коллекционер и фотохудожник Владимир Владимиров представил свои работы «Утро в Венеции» и «Миллениум». Участники недели современного искусства с большим интересом ознакомились с новыми технологиями создания интерьерных картин, разработанными компанией Моноарт. Анна Велес рассказала о картинах художника Дениса Велеса, представленных на «Неделе искусств ВербАрт», а также поделилась планами по созданию новых художественных произведений. «Большой интерес» вызвал рассказ Тимофея Рота, представителя аукционной площадки «Артсреда», о развитии аукционного бизнеса в России. Неделя искусств «ВербАрт» «Моноарт» была насыщена встречами, диалогами, дискуссиями, интересными беседами и новой информацией. В круглых столах участвовали компании, тесно связанные с артом. Для них искусство – это элемент бизнеса. А юристы делились информацией о том, каким образом можно защищать авторские права на произведения искусства. Участниками круглых столов стали дизайнеры, галеристы, арт-дилеры. Также было интересно выслушать мнение искусствоведа о развитии современного искусства. Компания «Моноарт» рассказала не только о том, как они создают интерьерные картины, но и поделилась планами о создании арт-пространства в Москве. Уже через месяц компания «Моноарт» после ремонта на Смоленской улице, дом 7, откроет новое пространство, где будут представлены художники, картины, все, что связано с интерьером и дизайном. Здесь будут происходить круглые столы, встречи и нетворкинги людей, которые занимаются творчеством, которые интересуются современным искусством. В рамках круглого стола были затронуты не только вопросы, связанные с искусством, но и вопросы, связанные с финансированием арт-проектов. Было отмечено, что сейчас в России достаточно количества средств, которые могут быть инвестированы в арт-проекты. Проблема не в отсутствии денег, а в том, что для того, чтобы привлечь инвестиции, необходимо правильно представлять свои проекты. Представители отелей рассказали о том, какие картины интересуют крупные отели, и что сейчас хорошо покупается и продается. Какие художники востребованы, какие стили и как необходимо продвигать имена художников, чтобы они продавались на современных площадках. Формат недели современного искусства, который представила компания VRPART, показал свою высокую эффективность. Был представлен новый клубный формат, где в рамках недели современного искусства были организованы встречи с представителями различного бизнеса и художниками. VRPART и в будущем будет развивать эти интересные новые форматы коммуникации. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова